В зоне АТО ранен украинский боец. С начала суток там 9 обстрелов. Боевики применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП. Сегодня били по украинским позициям в районах Луганского, Водянова, Павлополя и Марьинки. А в Зайцево нашим армейцам даже пришлось открывать ответный огонь. А ситуация на передовой нашего инкор Ирина Баглай. Позиции врага на этом участке с трех сторон. Расстояние до армейских порой несколько десятков метров. С сумерками на каждое передвижение военных боевики реагируют стрельбой. Это очевидная провокация, объясняет командир. И на такие прострелы не стоит отвечать, чтобы не выдать себя. Ночью традиционно над позициями военных совершают полеты вражеские беспилотники. Для бойцов это сигнал. Боевики готовятся использовать крупный калибр. Противник не заставляет себя долго ждать. И уже в сторону наших позиций летят снаряды БМП-1. Пригнись там. Ниже, 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 ниже. Там же нет защитника никакого. Это что по нам? Это наш, только ответ дают. Одновременно, чтобы подавить огнем соседние позиции армейцев, боевики стреляют по ним из крупнокалиберных пулеметов. Один из таких утренних обстрелов удалось зафиксировать и самим бойцам. Основные же снаряды, выпущенные наемниками, снова падают в районе села, прямо среди домов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.